Продолжаем наш тест. Прежде чем опустить ВПЦ в ванну, следует включить передатчик, затем ВПЦ и помещаем нашу конструкцию в воду. Вот. И смотрим нет ли утечек воздуха. Контролируем по наличию пузырьков. В данном случае у нас ничего пока не видно. Вот. Значит, сейчас в таком состоянии начинаем подтягивать гайки еще на четверть оборота. Накрест. Вот так вот. Крест-накрест. Вот здесь совсем ослабло. Гайка у нас. И так же самое с другой стороны. Вот. Теперь включаем балластную цистерну на набор воды и следим за наличием пузырьков. Вот. Погружаем чуть-чуть в воду, чуть-чуть ниже, и смотрим. Вот видите, уже появились пузырьки. Останавливаем балластную. Смотрим откуда. Значит, из-под колпачка пошли пузырьки. Значит, подтягиваем его чуть-чуть. Вот колпачок я подтянул. Вот. Все. И смотрим на наличие пузырьков везде, где есть пузырьки. Значит, там в том месте не герметичность. И продолжаем наш набор балластной. И смотрим дальше. Смотрим дальше. Вроде бы нету. Нету. Вот балластная набралась полностью 100% набора. Опускаем ВПЦ ниже. Чуть-чуть на глубину. И смотрим. Смотрим в наличии пузырьков. Ну, пузырьков. Пузырьки отсутствуют. Вот какие-то маленькие два. Ну, мы можем здесь аккуратненько ключиком подтянуть. Вот в этом районе, где есть пузырьки, там подтягиваем. Все. Теперь переходим к моторному отделению. Смотрим моторы. Во время движения они тоже могут создавать пузырьки. Ну, в данном случае нету. Двигатели работают. У течек воды нету пузырьков. Так. Включаем теперь балластную на осушение. Вот наша балластная осушается. Желательно несколько раз вот так произвести тест, чтобы убедиться уже полностью, что протечки отсутствуют. Потому что во время запуска это гарантия успешного запуска вашей модели. Вот. Значит, ну, это пузырьки вышли с балластной. Это ничего страшного. Значит, еще один раз набираем ее. Будем набирать. Вот я включаю. Набираю. И смотрим. Смотрим. Я чуть-чуть поближе сделаю вам, чтобы видно было хорошо. Вот. Пузырьки отсутствуют. Значит, и нечего подтягивать. Вот. Если есть пузырьки, значит, в том месте... Ну, не сильно. Нельзя, чтобы гайка перетянула... Нельзя гайку перетянуть, чтобы резинка... Ну... Резинка может... Ее просто гайка выдавить резинку, и тогда будет... Вода будет поступать внутрь. Ну, вот. Вроде бы все у нас хорошо. Протечек нету. Еще раз поглубже можно опустить. Сделать давление. Как бы под давление. Вот. Включаем балластную на осушение. Включаем балластную. Учимаем балластную. вот сейчас значит при наборе воды внутри колбы создается отрицательное давление то есть давление давит наружу а сейчас мы создадим такой тест при котором внутри нет давления и вода наоборот давит внутрь вот погружаем в таком состоянии погружаем на глубину и держим вот хватит теперь достаем всю нашу конструкцию из воды и смотрим если вода в наши наши конструкции или нет вот вот как вы видите как вы видите ни одной капельки воды сейчас я еще протру полотенцем для полотенцем протру для того чтобы видно было хорошо что нет нет у нас воды в корпусе вот вот ни одной капельки воды у нас в корпусе нету вот все теперь наш vpc готов к использованию в таком положении в таком то есть состоянии его можно уже в принципе устанавливать на модель мод модель выключаем питание на передатчики ну и все его устанавливаем его нашу модель все благодарю за внимание успехов всем вам ваших проектах и удачи всем спасибо за внимание